Школа коллекционирования Лего Бравко. Друзья, всем привет! Я нахожусь в Риге в магазине на Elisabeto10329. Разбираюсь с монетками. Сегодня 1 октября 2024 года. Что-то хочу вам рассказать интересное. То, что меня впечатлило. Буквально несколько дней назад я был в Швеции. В клубе коллекционеров, который проходит раз в год. Туда приезжают скандинавские дилеры, скандинавские коллекционеры. Но на самом деле все очень дорого и мало. Маленькие залы, маленькое количество дилеров. Надо сказать, что два парня из Латвии по ассортименту, по ценам были очень конкурентоспособны. У них все время были люди. А вот что касается дилерских предложений скандинавов, там народ скучал. Были, конечно, редкие какие-то монеты на аукционных домах. Но это как бы не про то, чем занимается мой магазин. Хотя редкие вещи через нас проходят. Но это не основное. А вот такое, знаете, то, что везде и всюду востребовано. То есть это очень дорого. Я бы сказал, да. В 3-4-5 раз дороже, чем у нас в магазине. И это сподвигло меня на то, чтобы начать разбирать приносы скандинавии. Которые в магазине лежат уже полгода. Или там месяц, другой, третий. Потому что я могу предложить скандинавию намного дешевле. И раз в скандинавии предлагают уже цены высокие. Я думаю, что как-нибудь это и до нас дойдет. Я думаю, что наши клиенты об этом узнают. И начнут, пока еще цены не поднялись, скажем так, что-то покупать более активно. И в латвийских магазинах по Прибалтике. То есть это так, знаете, если в одном месте цена пошла вверх. То проходит какое-то время, год, два, три. И смотришь, уже выровнялась цена, уже новая. В разных местах. Но как бы там ни было, у нас есть какое-то предложение. Кстати, вот насчет продажных цен, дилерских цен. У меня была такая мысль, что там, наверное, лучше с ними меняться, а не покупать. Ну, да, эту идею я не проверял. Но как-то, ну, уже очень дорого все предлагали. Хорошо. Что я в своих закромах нашел. И вообще это видео о том, что мы покупаем монеты в Скандинавии. Так что, если у вас что-то есть, или, скажем, берем на комиссию, если вы уже знаете новые цены. Ну, да, кстати, мы в магазине не будем продавать по новым ценам, которые сейчас есть в Скандинавии. Мы просто будем продавать товар по нашим ценам, которые сейчас у нас есть. Потому что сначала нужно по этим ценам продать то, что есть. Потом посмотреть, что будет на рынке. У меня такой лично подход. Да, поэтому я вас ни в коем случае не пугаю. Что вот дорожает. Нужно набегать и налетать. У нас есть люди, которые собирают Скандинавию. И вообще, знаете, это вот так очень мило звучит. Мало где говорят. Но я вот когда в Скандинавии, меня спрашивают, ты откуда? Вот в Швеции. Я говорю, я с Южной Скандинавии. Они так улыбаются, но по-доброму. Они понимают, что... Ну, они там имеют Дания, Швеция, Норвегия. Финляндия – это Северная Скандинавия. А Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, часть Польши. Это как бы Южная Скандинавия. Если посмотреть, как устроены города в этой части планеты Земля, вы увидите очень много каких-то общих логик. Поэтому под словом Скандинавия действительно подразумевается какая-то система жизни, жизнеорганизации городов. Если вы путешествовали, то можете обратить на это внимание. Хорошо, друзья, что у меня есть в магазине? Это годовые наборы. И у нас есть люди, которые собирают монеты по годам. Годовые наборы – это громко сказано. Но вот монетки одного года мы все сложили. Видите, они все разные, но один год. И вот интересно, в 95-м году выходило 4 монеты для оборота. В 98-м году их было намного больше. Тут и один Йори, и 2,5. Где-то один Йори был. Вот один Йори. Кстати, мне это очень нравится. 1, 2,5. Очень красивые шведские монетки. Да, Зведры – это по-латышски Швеция. Тут их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монет. В году для оборота выпускалось. И начал я смотреть, что нужно нашим клиентам. Вдруг для себя открыл, что в 2006 году годовой набор состоит из двух монеток всего лишь. Тоже интересно. Что еще вам показать? Вот 2009 год выпускали вот такую крону в Швеции. Необычного дизайна. Ну, почему нет, да? А вот обычного дизайна крону вот такую не найти. Ее не было. Начинаются открываться такие интересные вещи. И даже хочется больше собирать, потому что... Да, ты видишь, что не все так просто, ровно. Здесь где-то есть 4, 5, 6 монет в год выпускали для оборота. То есть, это уже как свидетельство истории экономической ситуации в Швеции. Что касается Швеции, у нас оказывается много шведского серебра по годам. Мы, конечно, посмотрим листы, где написано, что людям нужно, заказы какие. По годам люди по годовку собирают. Мы откладываем, конечно, серебро. Какую-то старую. Там вот начало прошлого века или даже конец позапрошлого века. Есть и Дания, и Швеция представлены здесь. Да, еще, кстати, очень интересно. Вот закупая и продавая монеты Скандинавии, вдруг находишь там монету, скажем так, царской России. Она одна всего. Или вот 5 копеек 1924 года СССР. Тоже одна. Тут нет в количестве ни царской России, ни СССР. Или вот, скажем, Германия, 3 монеты. Тоже интересные, 2004 года. Обратите внимание, все 2004 года в одном наборе. Просто это коллекционеры, знаете, собирая одну тему, скажем, Швеция. Вот что-то им приглянулось по ходу. С этой дилеммой часто к нам обращаются люди. Что же делать? У меня есть тема, но пару монеток понравилось. Но вот здесь человек не парился. Он просто купил. Он как бы шел по своей теме. А сейчас решил ее продать. И вот у него, оказывается, там было несколько монеток, которые вот как-то ему приглянулись. И вот они здесь. Почему нет? Продавая свою основную тему, свою коллекцию, он и продает и то, что просто ему приглянулось. Да. Ну, все мы как бы не вечно, знаете. Старость берет свое. И в какой-то момент есть смысл сказать стоп. И если вы продаете свою коллекцию, то есть вы еще, скажем так, можете вернуть деньги или даже с прибылью, получить какую-то прибыль и потратить на какие-то другие нужды, которые вам нужны будут в старости. Да. Ну, вот у нас еще вот ждет эта комиссионная торговля. Вот мы взяли Норвегию, альбомы будем прорабатывать по спискам. Вот здесь Швеция представлена. Вообще-то, да, внизу альбом тут вообще весь мир по чуть-чуть, такой забавный. Вот датские монеты тоже человек по годам собирал. И годовые наборы некоторые тоже интересно. Это вот в Дании был период, когда частные банки выпускали годовые наборы с разрешения Центрального банка вот в таких вот листах. Правда, они хлоросодержащие листы, поэтому есть смысл обработать моющими средствами. Монеты перед тем, как раскладывать в новые коллекции. Ну, давайте прям захотелось залезть под стол. Вот у нас тут есть вот моющие средства, которые продаем и которыми сами пользуемся. Да, просто я часто на видео говорю моющие средства, моющие средства. Вот этот ассортимент, который в основном удовлетворяет наши потребности в магазине по приведению в порядок монет. Как монет с оборотов, так и монеты с охранности ПРУФ. Да, как наши потребности, так и наших клиентов. Вот такой обзор, да. Смотрите. Разные интересные темы. В том числе и погодовка. Можно углубиться в изучение какой-то отдельной взятой страны. И там тоже узнать много что интересного. И увидеть интересные монеты и по дизайну, и по истории. Здесь вот Швеция, Норвегия, Дания. Да, Финляндия как-то так заканчивается. Финляндии у нас сейчас немного, но мы ждем, что нам принесут. Будем разрабатывать и Финляндию, как обычно. Итак, 1 октября это то, чем мы сейчас живем в нашем магазине. Параллельно, конечно, и еврики выходили. Латвийский банк монету выпустил, но это уже другие видео. Смотрите много разных видео в нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Потому что мы стараемся. Одно видео это одна тема, один вопрос. Пишите комментарии, задавайте вопросы под видео. На основании ваших вопросов, идей, данных, вашего опыта. Иногда я формирую свои видео тоже. Большое спасибо за помощь всем, кто участвует в этом. Выходите в коллекционирование на профессиональный уровень. А на этом все, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!